Фартовый долгое время прятался у себя в Простовской области. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания. Постойте отсюда, балабол. Ты, если мужчина, увидься со мной. Залимхана пожизненно Федерация бокса России отстранила от участия в соревнованиях. Кстати, а где сейчас Альфреда? С ним выходит на связь. Но у меня с ним должно быть интервью. Потому что в данный момент он находится в психиатрической клинике. Вышло долгожданное интервью Анатолия Сульянова на канале Свята Коваленко, ссылку на который я оставлю в описании. По большей степени речь была о нашумевшей истории с бывшей сотрудницей, но хотелось бы сделать акцент на другом. Глава Хардкор Медиа в очередной раз прошелся по экс-бойцам его лиги, который на данный момент представляет промоушен Хайп Файтинг, а также не обошел вниманием фронтмена этой организации. Сульянов заявил, что рано или поздно Тимур Фартовый, учинивший немало дел в Хардкоре, ответит за свои поступки по всей строгости закона. Ну а в скором времени ожидается первое судебное заседание. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело. Фартовый долгое время прятался у себя в Простовской области. В момент вылета на Хайп Реалити он был задержан. Искать какие-то теории заговора, которые я там слышал, про то, что задержав одного спортсмена из 24 в аэропорту, кто-то пытался Альфреда сорвать Хайп Реалити, это звучит как бред. В ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания. Просто он часто в медиа появляется, как будто и ничей нет. Но я думаю, что все это время. Абдурахманов же свою очередь назвал Анатолия Балаболом и желает с ним личной встречи. Ассалам алейкум, приветствую всех. Сейчас мне опять скидывают, да, там, Свят Ковалев или Коваленко, как его, с ним вместе с Ульяновым записывают какое-то интервью. Опять мое имя там, Фартовый там, я этот, я тот. Послушай отсюда, Балабол, я тебя давно не трогал, я твое имя не произносил, потому что ты мне неинтересный и мне не нужен. Ты постоянно Балаболишь, ты не устал? Ты, если мужчина, увидься со мной, они отправят, там, не этот, своих охранники, махранники там, личные звонят там, увидеться хочешь, у тебя подставные твои моменты. Ты, реально, я тебя знаю, кто ты есть на самом деле. Увидеться с кем-то, чтобы, не знаю, чтобы что-нибудь подставить там, подкинуть мне, вот этот момент у тебя только в голове. Ты, если мужчина, увидься со мной, я тебе еще раз повторяю, ты Балабол, чтобы ты понимал, это я тебе говорю, ты не мужик. И еще одно, да, ты там говоришь, я прятался, в розыске был. Я никогда в жизни ни от кого не прятался, я свободно ездил, свободно катался, по городу двигался. Мне никто не говорил, что я в розыске. В сказке, конечно, ты умеешь рассказывать, понимаешь, там, тому-тому зарабатывать лайки, просмотры, это твоя работа. Второй на очереди, это любимчик публики Залимхан Юсупов, которого, со слов функционеров, Федерация Бокса России пожизненно отстранила от участия в боях. А это говорит о том, что Залик вернется в хардкор примерно никогда. Залимхана, я напомню, пожизненно Федерация Бокса России отстранила от участия в соревнованиях, а Лига для себя приняла решение разорвать с Залимханом контракт. Пожизненно? Пожизненно. За оскорбление заслуженного судьи России. На что Сабмишин Кинг отреагировал следующими словами. Пожизненно. Уже четыре боя провел на руках. Ты че несешь, старина? Твоим контрактом подмываться можно. Лучше скажи, что деньги закончились на мой ценник. Вот и все, черт подери. В то же время Юсупов не унывает и продолжает на ровном месте находить себе поединки в рамках Лиги Хайп ФС. Недавно он стал инициатором кипиша с вышеупомянутым Тимуром прямо на комментаторской. Организаторы, недолго думая, подсуетились устроить им бой на ближайшее время. Забавно, но получается, что это битва двух изгнанников Галактической империи хардкора. При том, что до этих событий оба спортсмена были в самых теплых отношениях. И на закуску Анатолий поделился инсайдами о местонахождении Альфреда Аудиторе, который неожиданно пропал со всех медиарадаров. Кстати, а где сейчас Альфреда? Ну да, не выходит он сейчас на связь. Но у меня с ним должно быть интервью. Потому что в данный момент он находится в психиатрической клинике для лечения наркозависимости. Тот самый Альфреда, для которого все было в прошлом, в очередной раз заехал в наркологический рехаб. Это психически больной человек. Откуда информация, что он сейчас в рехабе находится? Есть определенные источники. И мы знаем это наверняка. Ты лучше позаботься о своем здоровье. Ты там за Альфреда говоришь. Альфреда, как говорится, он нормальный. Он не наркоман, никто. Тебе надо самому лечиться. Ты себя видел вообще, как ты себя ведешь? Я не знаю, под чем ты там ходишь. Для начала надо себя вылечить. Себя начни. Так что информация, которая в начале года пробежалась по пабликам, а госпитализация Альфреда оказалась не таким уж и беспочвенным вбросом. Да и помимо этого, есть достаточно много оснований верить словам Сульянова, который турнир хайпа уже проходит без участия Насаева, как и выпуски братьев рейтинговых. Я уже молчу про социальные сети. Коваленко же обещает, что Альфреда совсем скоро нагрянет в гости на его канал. Так что ждем с нетерпением. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Субтитры сделал DimaTorzok